Ну что, всем привет! Я вышел в лайф, ровно 9.01. Я рад вас приветствовать, каждого, кто сейчас присоединяется. Сегодня мы будем общаться с Аней Богдан, с моим хорошим другом. Ее я знаю уже очень много лет, она живет в Лос-Анджелесе, я по ней скучаю. Так как нахожусь сейчас в Украине и уехал давно из Аллея. Вот, поговорим мы сегодня о разных темах, так что присоединяйтесь и участвуйте, задавайте какие-то вопросы, с удовольствием на них будем отвечать. А сейчас я попробую подключить Аню к лайву. На самом деле я уже отвык записывать лайвы, поэтому минут 10 только что пытался понять, как включить эфир. Так, сейчас пойму. Аня, ты на связи? Если да, то помаши мне в комментариях. Нужно, наверное, конвертик отправить. Здесь же конвертик отправляется, правильно? Для того, чтобы подсоединиться. Ужас. Обезьяна и компьютер. Ага, вот, Аню вижу. Гоу лайв. Привет! Привет, привет! Привет, как дела? Слышно меня? Вот так. Да, слышно. Чуть-чуть пропадало, но сейчас вроде бы нормально. Как жизнь, молодая, как ты? Ой, сегодня... Хорошо, хорошо. Сейчас, когда у нас нет солнца, ушло оно от нас на пару дней утреннее. Такима тоже такая же история. Вроде лета, вроде бы нет. Постоянно дождь идет, гроза по ночам. Да, я вижу... И как будто-то гораешь. Град. Ну, я, на самом деле, плавала в океане уже на прошлой неделе. Впередно. Океан к вечеру такой более теплый. Пляжи уже открыты. А когда они открыли? Пляжи открылись уже, наверное, недели 3-4 назад, наверное, по плану. Вот. Ну, все сразу повалили на пляж. Впередно. А, ну, вообще, запиратов никаких нет. Расскажи, кстати, подробнее о карантине, обо всем. Потому что, ну, те, кто не знает, я уезжал когда-то в Америку. Не когда-то, а в начале этого года. Как раз перед тем, как уже весь мир ушел на карантин. И я застрял в Лос-Анджелесе, потому что не было чем заняться. Все было закрыто, все пляжи были закрыты. Условия все время ужесточались. И, соответственно, пришлось вернуться назад. Какими-то такими странными путями. А как сейчас ситуация вообще? Как что начало происходить? И в целом, как обстановка в Лос-Анджелесе? На самом деле, обстановка в Лос-Анджелесе была достаточно интересная, необычная, да? В принципе, как для города, в котором, вы знаешь, жизнь такая достаточно размеренная. Все всегда ночи, никаких процессов не происходит, да? Сначала была эпидемия вируса, все начало закрываться. Сначала лично начало закрываться, потом все начало закрываться достаточно агрессивно. Потом уже, как бы, какое-то время даже нельзя было... Ну, как бы, тебе не могли выписать штраф, но нельзя было уже даже выходить на улицу, если там тебе не нужно... Машину не останавливали? Ну, как бы, полиция ничего не останавливала, но, как бы, был закон, что, как бы, нежелательно выходить на улицу, если вам не нужно куда-то ехать. Вот, все рестораны были закрыты только для дайкаута. Ну, и атмосфера, как ты была, все очень боялись даже друзья выходить друзьям в гости. Да, я знаю, я тоже с этим столкнулся, как раз, когда это все произошло, карантин. Звоню всем, там, приятелям, друзьям, все такие, не, я пока не увижусь, я пока дома сижу. И в итоге все, ЛА опустошен, друзей нет, удовольствия нет, вечеринок нет, пляжа нет, океана нет. И ты сидишь и думаешь, блин, а ЛА особо и не ЛА без этого всего. Ну да, знаешь, это было хорошее время, знаешь, достаточно, чтобы провести время дома. Я, наконец-то, накупила домой цветок, у меня есть целая плантация оранжерея. Покажи. Да, я сейчас покажу, у меня, видишь, у меня теперь целая, целая оранжерея здесь. Слушай, круто, мне, на самом деле, Рика Майкова тоже посоветовала купить себе кучу растений. Но я понимаю, что они у меня все завянуты и поумирают. Но, в принципе, может упорчиться, поливать их. Поэтому советую на растения не жалеть. Но я тебе скажу, что, да, поначалу люди очень спрессовали, никто не хотел ни с кем встречаться. Люди действительно боялись до такой степени, что как бы в шапках выходили на улицу, потому что кто-то сказал, что коронавирус летает в воздухе. Я не знаю еще, потому что связь, наверное, пропадает. Пропал очередь. Да, я помню, я же еще застал. Я вспомнил. Когда все, очередя в магазины, стоит приблизиться на, не знаю, полметра к человеку, они сразу такие social distancing, начинают хамить, грубить. Я помню пару раз у меня были такие случаи в поход в магазин. Да, это так. Да, и в магазины такие, особенно когда я шла со своей собакой, женщина такая драматичная. Боже мой, я зацепилась за вашу собаку. Я тепленько, теперь буду страдать. Ваша собака мне перенесла коронавирус. Я думаю, боже, ну, как бы, нужно мыть руки, я считаю, как бы, не общаться с людьми, которые болеют, да. И, ну, конечно, там близко к незнакомым людям подходить, если не нужно. Но люди успокоились. Успокоились, да, уже меньше боятся. Потому что у нас началась вторая волна интересных вещей в Лос-Анджелесе достаточно. Что интересно, потому что люди сидели дома у телефонов, да, и начали замечать разную активность, нехорошую со стороны полиции, да. И было интересно, на самом деле, наблюдать за всем процессом, который произошел в Америке. Это очень исторический момент. Я с тобой абсолютно согласен. Да, в плане того, что, как бы, я, на самом деле, как человек такой, знаешь, я за весь протест, за митинг, но, к сожалению, я не могу участвовать в каких-то активных, знаешь, организациях, ходить на протесты, вот такого, потому что я на грин-карту подаюсь, и мне нельзя участвовать в таких политических процессах. Но, да, но в моё сердце, я там сходила на один протест поддержать в Худи, чтобы меня, не дай бог, правительство не увидело. Да, но там много, я тоже смотрел Инстаграм, и все мои друзья, и афроамериканские друзья, они тоже пошли на этот протест. И, честно сказать, я поддерживаю. Если бы я был в Лос-Анджелесе, я бы тоже пошел обязательно. На самом деле, большинство протестов были очень, как бы, вначале, знаешь, там были какие-то протесты, которые не были так организованы, да, и было достаточно, ну, опасно, потому что все было, знаешь, как бы, протест был, была первая волна такого агрессивного протеста, да, то есть не страшно было, знаете, протестантов, просто страшно было, ты идешь по улице, и полиция под шумок еще тебя подхватит, да. Что не делаешь, да, ну вот, на самом деле, пообщаясь с людьми, которые были на протестах, пообщаясь с людьми, которые, знаешь, быстро собрались, организовали, достаточно все, вся молодежь, знаешь, она вместе собрала движение, которое хотелось применять в какие-то такие процессы, которые были в Америке уже доставлены на время. Люди просто устали. Мне было очень интересно, да, что люди действительно, как бы, протестовали мирно, да, то есть они, знаешь, там, выходили на улицу, причем еще после коронавируса люди действительно, знаешь, захотели, соскучились по друг другу, да, и вышли на улицы, и, знаешь, организовали такое невероятно крутое движение, вот. Ну, слушай, ну, там же еще помимо мирных, я смотрел кучу видео, там же еще просто провокаторы были определенные, которые воспользовались, типа, протестом, и, наверное, ну, делали какой-то шум, там, разрушали магазины, я смотрел, там, Певерли-Хиллз просто уничтожен был этот Родео-Драйв, улица. Есть момент по этому поводу, на самом деле, если, сейчас вышло на Нетфликсе очень много документальных фильмов, которые объясняют все движения, которые происходят в Америке сейчас, и я советую всем людям просто посмотреть для образования, да, и тогда просто поймут свою точку, посмотрят на то, что, знаешь, как бы процессы, которые происходили здесь на протяжении истории, что, соответственно, да, как бы комментировать любые движения, которые происходят в Америке, нужно знать историю. Есть фильм, называется, Лэй-92, потому что не первый раз в Лос-Анджелесе такое происходит, то, что происходило в 92-м году было намного, намного другое, знаешь, намного агрессивнее, намного, можно сказать, там, много очень людей даже погибло во время. Да, но сейчас, мне кажется, знаешь, если в 90-х не было там эпохи интернета и инстаграма, то сейчас все разносится как вирус по всему миру, и люди, как мне кажется, начинают задумываться вообще в своем отношении, потому что там, да, я, допустим, будучи украинцем, здесь живу, то есть тема расизма, ну, мне всегда казалось, что это уже осталось далеко в прошлом. Даже когда я приехал в Америку, там, даже когда общался в кругу друзей с там темнохожими, я никогда не замечал никакого давления, но когда ты непосредственно задаешь вопросы и спрашиваешь, как, что происходит с афроамериканцами в обычной жизни, там, начиная с самого детства и по сегодняшний день, и, по сути дела, они всегда испытывают давление, то есть всегда испытывают какую-то дискриминацию, какое-то принебрежительное отношение, да, что отсутствие доверия, ну, дают меньше возможности, чем другим людям. И, честно сказать, я рад, что люди в какой-то момент объединились, вышли на улицы и показать, ну, свое право, что ли. Да, мне кажется, знаешь, мы сейчас видим, сколько много артистов, которых слушаем мы на последневном нами, каждодневно, знаешь, много... Я считаю, что люди должны перестать смотреть вообще, какого цвета кожи ты, какой расы. Мы все одни здесь, нас все равно люди слушают, смотрят актеров, слушают музыку, да, нужно уважать других людей культуру. Я думаю, что эти процессы дают возможность тоже многим людям... Я расскажу одну классную историю. Мои друзья увидели фотографии одного мальчика маленького, у него не было денег, и он очень хочет стать рэпером. И он принял телефон к скотчам, к кровати, и типа с наушниками записывал, записывал рэпчик. Ну, он там живет, знаешь, у родителей нет денег. У него нет, знаешь, купить аппаратуру. И ребята собрали денег во время... И подарили ему макбук и аппаратуру звукозаписывающую. Еще? Видите, этот 10-летний мальчик, теперь его мечта сбудется. Вот, мне кажется, эти процессы очень крутые, что происходит. Да, и он может стать артистом, потому что интернет подарил ему возможность. И этот мальчик-афроамериканец где-нибудь там, знаешь, в своей комнате теперь может написать крутую песню, да. Может быть, он станет мне следующим, там, я не знаю, кто там, PDD, Kenny West, там, кто хочешь, знаешь, да, но теперь... Ну, это круто, это большой плюс интернета в целом, что сейчас появилась возможность у каждого человека поделиться своим внутренним миром, своим опытом через музыку, не знаю, через искусство, через арт, через что бы это ни было, и быть услышанным, и обрести свою аудиторию какую-то. Если раньше, допустим, вещали, там, если мы говорим про музыку непосредственно, то все там музыкальные новинки, тенденции обычно вещались с помощью там MTV-канала, каких-то топов радиостанций, они все контролировались там major-лейблами. Чтобы попасть в этот лейбл, тебе нужно было бы подписать какой-то кабальный контракт и работать на 7 альбомов практически в ноль или в минус. Вот, и только потом мог бы стать независимым. То сейчас уже мир уходит в интернет, и сейчас ты можешь просто дома записать песню, даже как Билли Айлиш со своим братом. Просто имея свой стиль, имея свой внутренний мир, имея как бы истории, внутренний опыт, которым ты можешь поделиться с помощью своей музыки, ты можешь просто даже слить это в сеть, и обязательно музыка будет услышана. И знаешь, если раньше были какие-то кумиры, знаешь, и артисты самые топовые, которым люди себя поклонялись, и по сути дела их было не так уж и много, и весь мир как бы был их поклонниками, то сейчас как будто бы появилось энное количество артистов, и внимание людей, то есть каждому понемножку достается. То есть уже, по сути дела, ну, и нет таких прям самых топовых артистов, которыми шел бы весь мир. Есть там большие фанатские аудитории, но сейчас плюс в том, что даже если ты независимый музыкант, у тебя все равно может быть даже там тысяча поклонников, две тысячи, все равно они есть. Да, ну скажи, с помощью инстаграма сейчас мы можем, ты можешь понять своих, своих там фанатов, да, что им нравится, допустим, потому что мы можем с ними контактировать, можем их спросить, мы можем видеть мнение, да, вам понравился клип, вам не нравится клип, какая песня, то есть сразу реакция, ты можешь пообщаться с кумирами, если раньше нужно было ехать на какие-то встречи кумировно, специально на концерт, сейчас можно с артистом пообщаться через инстаграм. Да, классно. И мне нравится, что сейчас есть у людей возможности, они могут тебя хейтить, могут тебя любить, но ты сразу понимаешь энергетику, да, и понимаешь своего слушателя, и я на самом деле вот все комментарии вот читаю, мне интересно, что вообще народ говорит, допустим, даже про наш клип, который мы с тобой сняли, с малышками крутыми. Да, я на самом деле пересматриваю его постоянно и считаю, что один из самых лучших клипов. Я очень много хороших комментариев получил относительно него, очень много людей, которые раньше не слушали мою музыку или не обращали внимания на нее, как-то именно им очень понравилась эта работа, потому что она сделана со вкусом, очень круто. Я посмотрел его буквально сегодня утром, и мне захотелось снова в эту атмосферу, захотелось в LA, я помню, как мы круто снимали, как мы наржались. Да, знаешь, по девушкам тоже мы взяли, и, знаешь, все, просто, знаешь, работать с этими девушками, рассказывать им образ, показывать, знаешь, с учетом того, что раньше я была в клипах, сейчас мне нужно показать, как им там раскрутить голову, пошевелить, покрутить голову. Ну да, кстати, Аня, ты очень хорошо помнишь, девочка, которая, я не помню, как ее зовут, в таком золотом топике. А, да, помню, 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 Джастин, да. Джастин, да, у нее такая азиатская внешность еще. Да, да, да. И больше, как она так сильно смущалась, и ты такая, а ну-ка, да, я покажу. А ну сейчас вот так, вот так вот. Раз, два, три, о, поворот. Все такие, вау, в смысле, подожди, Аня, ты должна быть в клипе. И потом, кстати, да, там есть пару кадров, которые не вошли в клип. Помнишь, ты же одела рубашку, и мы с тобой сделали повторение клипа героин. Да, мне кажется, нужно узнать у фанатов, ну, может быть, сделаем какое-то секрет-видео, что не вошло в клип. Мне кажется, может быть, интересно. Но на самом деле, как тебе работалось с другом в этот раз? Такой более, может быть, нестандартной обстановки? Ну, у меня было немножко странно, ну, типа, я привык работать же все время с Аланом, а тут я понимаю, что Алан был все время на связи и в телефонном режиме в основном, то есть, да, когда давал задачи определенные. И, конечно, то есть, ну, я не всегда мог правильно настроиться на эмоцию, потому что я сам до конца не понимал своего героя там, да, потому что у меня вроде бы есть одно видение, Олана другое, у тебя третье, и я пытаюсь как-то поженить друг с другом, и пытаюсь ловить эту самую эмоцию, которая должна была быть. Что касаемо языкового барьера, в принципе, проблем не было тогда, и все было ок, все было хорошо. Но там, да, там было много таких дублей, в которых я чувствую, что я немножко не дал то, чего нужно было. Ты видишь, это хорошая, мне кажется, для тебя практика, что знать, что тебе нужно понимать себя, знаешь, включать то, что тебе нужно, независимо от людей вокруг тебя, да, то есть нужно, это хороший, знаешь, опыт чувствовать свою внутреннюю эмоцию, мне кажется, знаешь, и познавать себя как бы еще, знаешь, как бы еще более раскрепощенно и погружаться в образы, которые, знаешь, тебе в будущем ты можешь себе предупреждать. Потому что я все время играю в образы, знаешь, даже на дому иногда включу музыку, затуманю себя, и все, и все. Нет, все это круто, на самом деле это артистизм, и когда люди развивают в себе умение вживаться в образы, то есть там можно, в принципе, и в кино сниматься. Я, честно говоря, думал когда-нибудь в кино сняться, но я пока переживаю насчет диалогов. Мне кажется, что это тема, которую мне нужно изучить, знаешь, я, если могу чуть занервничать, я могу тараторить очень непонятно и неразборчиво, и думать, что эмоции пропадают. Отрасль. А ты, кстати, не думала там в кино пойти? Как у тебя сейчас вообще обстановка с работой, с кастингами, с модельным агентством? У меня сейчас я снимаю очень много на дому, очень много разных работ на дому, плюс сейчас у нас уже приняли запрет на съемки, то есть уже можно снимать с небольшой командой, и я на следующей неделе снимаю несколько клипов. Вот. Что-то я еще раз повторю, на следующей неделе что? Снимаю несколько клипов на следующей неделе. У нас уже работа не собирается, я сейчас работаю по документальным фильмам, про фигурное катание. А, я помню, ты мне показывала очень потрясающий фильм, ребята, следите, потому что это будет очень круто. Да, сами пару песен твоих, когда буду выступать на чемпионате Украины. Кстати, можно... Мне, кстати, моя тренерша, у меня тренерша есть, там, русская на катке, она все время включает туманы. Я к ней подъехала и говорю, ты знаешь, что я в клипе туманных снималась? Говорит, да ладно, я люблю этот клип. Я говорю, ну вот да, волосы, видно, поменяла, меня никто не узнает теперь. И я на катке разъезжала, там, акселяр, туманы. Мне кажется, было интересно. Хотела тебе задать вопрос. Я слышала, что отменили тур пока до 22-го года, да? Как у тебя вообще ощущения по этому поводу? Ты скучаешь по концертам? Или ты будешь пробовать какой-то новый формат? Ну, на самом деле, я сначала очень сильно расстроился и офигел от того, что начало происходить. Был уже запланирован тур. Я прям уже настроился, знаешь, очень много поклонников по всему миру меня ждали. И я, знаешь, как-то у нас очень классно стартовал этот тур в больших городах-миллионниках. У нас там по 10 тысяч человек было в залах. И у нас прям шоу уже за первые две недели так правильно отточилось, что просто, знаешь, все проходило на одном дыхании и с такой легкостью. И я понимал для себя, что я с удовольствием большим выходом на сцену. У меня нет ни усталости, ничего. Я готов, в принципе, ехать в тур. Когда это все произошло, я очень сначала расстроился. Первые несколько недель вообще не понимал, как выйти из этого привычки режима сумасшедшего. Знаешь, когда тебе постоянно нужно что-то делать, постоянно где-то съемки, где-то эфир, где-то интервью. Но потом я просто себя эмоционально заставил чуть-чуть выдохнуть, сказать, так, ситуация бесконтрольная, ты не можешь на нее никак повлиять. Происходит то, что происходит. Я просто немножко отошел в сторону и начал наблюдать, что происходит. Но честно тебе скажу, отчасти, ну, даже не отчасти, а много плюсов есть в карантине и непосредственно для меня. То есть я успел уделить время финализации альбома в 1990-е, потому что я не понимаю, как я в турах его сделал. Я уже даже более того набросал на следующий альбом, который будет после 1990-е, уже придумал новый стиль музыки абсолютно. Потом я еще... У меня родилась идея для другого проекта. Потом у меня еще родилась идея дуэта одного. Ну, короче, очень такой продуктивный период получился для меня в плане музыки, в плане творчества. Плюс родились идеи заняться еще отдельными, там, вот, музыки, направлениями, пока не буду говорить, какими. Пробуй себя в разном. Я думаю, тебе понравится. Слушай, мне кажется, тебе очень полезно это время сейчас поработать над своей музыкой. Я помню, как ты хотел, знаешь, именно сфокусироваться над поиском какого-то нового стиля. Мне кажется, ты реально понимаешь, как делать хитовую музыку в России и Украине. Я вот всегда всем рассказываю здесь и говорю, когда кто-то из друзей там знакомится, ну, знаешь, я знакомлюсь с ним, друзья, мы такие, «О, he's so cool!» Ты такая, «Yo, he's really crazy artist in Ukraine, you don't even know!» Потом я им показываю просто концерты и говорят, «Вау! Что у вас такое продакшн?» Да, просто здесь даже многие люди, как бы, ты же видел, да, достаточно известные, кто-то тратится на концерты, кто-то поставил неоновую лампу и пошел с микрофоном, знаешь, там типа поет. Да, я, честно говоря, тоже вот в этом плане немножко удивлен. Вроде бы самый главный центр индустрии, музыкальной и киноиндустрии. Но, во-первых, как бы цены сумасшедшие. То, что ты здесь можешь реализовать там, допустим, за 100 тысяч долларов, там это будет стоить около миллиона там или 800. Знаешь, ну, такие же точно идеи. И плюс качество продакшна тоже, я согласен, вообще отличается. Мы когда-то же там снимали какие-то видео, ну, другие, там, по-моему, не мои видео, когда Лан приезжал в Лос-Анджелесе, снимал другим артистам. И он тоже, даже был очень удивлен командец в целом, который там собирается. Никто никогда не перерабатывает ни секунду больше. Там можно снимать даже самую главную финальную сцену или фильма. И все-все, рэп. И как только там время обеда, все сразу бросаются в камеры, и все на пол, и бегут кушать бегут. Да, поэтому у меня команда русская, украинская. Да, нет такого команды. Привет, Миша, продюсера, который, если смотрит, сейчас наш лайв тоже. У нас все русские, украинские команды, мы снимаем. Ты знаешь, на самом деле, это правда. Я недавно слышала, что клипники Минаж редактировали где-то в каком-то поселке в Украине, потому что там редактор хороший, графический дизайн делает. Поэтому все работает на хорошем сетре. Слушай, Мали Сайрус приезжала сюда снимать клип, по-моему, Уикенд, еще Зейна клип снимался в Украине. Ну, еще очень много артистов, а, по-моему, Мол, еще тоже снимала в Украине. А, еще, кстати, Медуза, электронный проект снимался. Ну, короче, очень много артистов, и я понимаю, конечно, с одной стороны, это круто, что все едут в Украину, а с другой стороны, не хочется, чтобы потом продакшен в Украине тоже увеличился в цене в несколько раз и превратился в Лос-Анджелес. Ну, на самом деле, у нас качество работы очень хорошее. У нас ребята умеют работать от сердца, с душой, знаешь, на полную. Кстати, это касается абсолютно всего. Это не только, кстати, музыки, это еще и фэшн-бизнес в том числе. Да, да, сто процентов. Много креативных директоров. Мне кажется, единственное, что должно поменяться в наших краях, это, знаешь, возможность людей не бояться быть другими и развиваться, да, даже точно так же фанатов или людей обычных, знаешь, когда там, допустим, я покрасила волосы в розовый цвет, там какие-то мои тети, дяди, о, споди, что ты волосам изрубила? Я такая, ну, типа, модно здесь, знаешь, как бы, люди самореализовываются в разных образах, экспериментируют, да, то есть быть более раскованными, да, не осуждать людей за то, что ты одеваешь там кожаные штаны, знаешь, там идешь на завтрак, да, делай то, что хочешь, это современная жизнь, мы свободные люди, мы должны, знаешь, как бы иметь возможность, там, тебе захотелось в этом образе выйти, выходи, что тебя тут заставляет, кто тебя будет насмехаться над тобой, знаешь, именно уважение к человеческой самореализации, вот, я с тобой, кстати, абсолютно согласен, но мне кажется, что, как бы, нельзя, нужно прежде всего стать уверенным в самом себе, если ты получаешь эту уверенность, ты можешь надеть все, что угодно и блокировать просто мнение, там, окружающих или осуждающих тебя людей, да, сто процентов, когда ты это будешь делать, ты будешь понимать, что, ну, не попадает в тебя, не затрагивает тебя, допустим, то, что там о тебе говорят, то, что о тебе думают, ты становишься гораздо расслабленнее, увереннее, я, если честно, вот последний год, мне кажется, как ты реагируешь, вот, если люди, знаешь, допустим, знаешь, там, вот, негативно какие-то, каком-то, о, шо-то ты напали на себя, вот этот пиджак, знаешь, там, какие-то такие вещи. Ну, я, на самом деле, всегда мило улыбаюсь и просто понимаю, что, ну, человеку не понравилось, человеку не зашло, но я же понимаю, что, типа, там, я и моя команда всегда находятся там, всегда следим за самими последними трендами, которые выходят там в мире моды, в мире музыки, в мире кино, мы понимаем, ну, какие есть течения, какие есть стили, и мы, как бы, вдохновляемся от этого всего и создаем какие-то свои тоже образы определенные, с пайеткой, допустим, мне нравится такой стиль, я могу даже просто пойти в магазин на улицу в этом пиджаке и чувствовать себя абсолютно нормально. Я при этом массажер, если мне там всегда все делают элементы. А здесь, например, да, бывают какие-то комментарии плохие, но я просто для себя понимаю, что я делаю максимум, я вкладываю в духе и творчество, да, есть люди, которые это не понимают, но я на них не обижаюсь, то есть, я их не осуждаю. У каждого есть какое-то видение, знаешь, кто-то, кого-то там с самого детства окружал другой стиль жизни, другой людей, поведение, знаешь, и там кто-то привык одеваться, не знаю, там на рынке, кто-то в магазине, кто-то в каких-то местах, и ты, когда у тебя есть определенный кругозор стиля, то ты, когда видишь что-то новое и другое, не попадающее в этот концерт, тебя сразу, ты начинаешь отрицать, и в принципе, все люди, когда что-то новое видят, или чувствуют, или с ними что-то новое происходит, первая реакция это отрицание, а потом уже начинаешь играть, потом ты начинаешь думать, а может быть, может быть, я не прав, может быть, ага, интересно, но если это красиво выглядит, значит, наверное, имеет место быть. Да, какие у тебя планы на лето? Лето еще в разгаре. Да, слушай, но я честно тебе скажу, опять же, еще одна положительная сторона карантина в том, что я наконец-то почувствовал вкус жизни. Я последние 4 года я просто был в сумасшедшем режиме, я не был с друзьями, не с семьей, у меня не было никакой личной жизни, я все время там работал нескончаемо 24 на 7. И вот сейчас, знаешь, я там часто вижу с друзьями, мы выезжаем где-то к морю, мы это недавно в Одессе были, я первый раз до последних несколько лет в Одессе просто без концерта, ну, приехавшая. Я тысячу лет не была в Одессе, я скучаю по Одессе, там такая классная еда. Да, очень, ты что, и при этом я кайфую от того, что я наконец-то нормально высыпаюсь, наконец-то нормально там занимаюсь спортом, занимаюсь собой, занимаюсь музыкой, я даже, когда отменят карантин, я пока не понимаю, как я войду в рабочий режим и начну ездить по концерту. Я, кстати, видела, что ты там спортом занимаешься, потому что я столько раз тебя пыталась здесь в Эконоксе или куда-нибудь в зал, ты такой, не, а потом... Я не могу без тренера заниматься, потому что я очень ленивый. Я свой тренер, я тебя натренирую, 30 отжиманий, потом тебя ты гуристами сделаешь. Бицуху нормально накачаем, так как нужно. Вообще, я каждый день, говорю, Макс, каждый день что? В зал. Он такой, да, я тут работаю над музыкой. Я говорю, ну ладно, на музыка работает, посиди. Я говорю, ну что, в зал на хайк? Я говорю, да не, я тут трек записываю. Я говорю, ну хоть трек записывай, хорошо. И так каждый день, каждый день. Я говорю, ну ладно тогда, хоть сейчас на цирку накачаешь мне. Слушай, ну да, я тоже тренером иногда так часто говорю, но просто, действительно, бывают моменты, когда ты физически не чувствуешь, что тебе нужно заниматься. А бывает, что работа кипит. Но, да, небольшой фанат спорта, но сейчас, как-то, знаешь, как-то загорелся тем, чтобы заниматься. А ты, кстати, проводишь лето и вообще, какие у тебя планы будут? У меня сейчас, да, у меня на самом деле сейчас тоже тренировки, мы готовимся к проекту. Ты же до сих пор просыпаешься по утрам, да, потому что Аня все время вставала в гости утра или в сень, да, съехала. Ну сейчас каток работает только с часа дня до трех часов дня, два часа в день. Пока что только он еще не полностью открыт, поэтому, но сегодня я встала в шесть утра, пошла на тренировку в зал. Сейчас вот я через 30 минут пойду на разминку, еду на каток на два часа. Вот, у меня режим, ты знаешь, на самом деле, когда я занимаюсь спортом, ко мне приходит столько идей, каких-то клипов, то есть даже если мне нужно написать тритм, ну какой-то сценарий для клипа, я там где-то, знаешь, бегу на боксе, слушаю песню, о, все, крутая идея появилась, знаешь, я сразу записываю. Для меня вот эта активность спортивная очень вдохновляет. Плюс, если ты просыпаешься рано утром, день настолько длинный, да, согласен, ты такой, знаешь, да, в 11 утра у тебя уже полдня прошло, ты еще даже можешь, знаешь, поспать немножко в обед, после обеда, поэтому, мне кажется, спорт это очень круто, должен, ну как бы, не знаю, причем еще и выглядишь классно, знаешь, к лету, в купальнике, нормально там. Особенно я в купальнике лет, так круто выгижу. Слушай, ну этот, просто у меня, к сожалению, или к счастью, вот там вдохновение бывает приходит часто в ночное время. Я вроде, причем это как назло, вот больше, там, часть времени это происходит, как раз, когда я уже очень уставший, собираюсь идти спать, и тут меня начинает посещать идея песни. и я такой, блин, подожди, ну нельзя же ее упустить. Начинаю наигрывать, напевать, и потом уже понимаю, что уже два часа сижу, уже четыре утра, потом уже пять утра, я думаю, блин, надо идти спать, потом, нет, да, я запишу демо, и потом в шесть утра ложусь спать, и потом, какой спорт. Да, слушай, у меня, кстати, мне кажется, я смотрю очень много комментариев, у тебя была когда-то идея, может быть, сделать в будущем совместный трек с одним из твоих фанатов, то есть, такой полноценный трек, если ты найдешь какого-то, допустим, знаешь, очень много людей делает твои каверы на песню, у тебя вот были какие-то ребята, которые ты, воу, я бы хотела сделать этим человеком какую-то песню, знаешь, искать какие-то таланты именно среди ребят, знаешь, каких-то, которые там, знаешь, у них где-то сидят, знаешь, даже не суперизвестные, сделать трек с кем-то из своих слушателей. На самом деле, у меня, как бы, есть и была такая идея, но в силу того, что не хватало времени на это, я вот как раз планировал получить тур этого года и потом сфокусировать свое внимание на других артистов, на продюсировании больше. У меня там есть на примете несколько человек, которые, я считаю, очень талантливыми, которые сами пишут красивый голос и которым просто нужно немного толчка и, ну, толчка? Толчка? которым нужен маленький толчок. Небольшой толчок такой. И как бы направление правильно, знаешь, вдохновение, то есть и просто как бы опыт, который есть у меня уже и видение и ощущение музыкального бизнеса и мира музыки. И просто я знаю, как это можно правильно сделать, но опять же на все нужно время и на все нужно кучу энергии. Да, ну, надеемся, что сейчас у тебя есть время немного, чтобы подумать о разных моментах. Как вообще обстановка в Украине? Там все закрыто или места открываются, в принципе, можно провести хорошо лето? в Одессе вообще ощущение, что никакого коронавируса нету, ничего не существует. То есть там, как мне сказали люди, живущие в Одессе, что даже когда у нас очень жесткие условия были введены, там как бы все люди нормально себе отдыхали, расслаблялись, все было хорошо. Были жесткие... Одесса, коронавирус нам вообще, у нас солнце есть, море, мы смоем коронавирус, да? Как-то так. Ну, я, в принципе, сначала серьезно относился к этому, а потом я понял, что я уже схожу с ума в четырех стенах, и просто знаешь, я еще для себя понял, что нужно немножко изменить свое внутреннее ощущение к этому. Чем больше ты боишься этой болезни, тем, мне кажется, жизнь тебя сама окунается в такие условия, в которых у тебя есть возможность заразиться, знаешь, потому что мы всегда притягиваем к тебе свои страхи. Вот, и поэтому я просто внутренне повторяю себе каждое утро, что я здоров, моя молодая система на высшем уровне, даже если коронавирус будет летать он пролетит мимо меня. Да, на самом деле все от головы, главное позитивный настрой вообще в жизни. Догласен, это касается всех аспектов жизни на самом деле. Вот, да, и как бы здесь нет жестких условий, сейчас вообще немножко ослабили, даже, можно сказать, сильно ослабили, то есть внутри нельзя сидеть в помещениях еще пока, но летние террасы работают, что большой плюс, можно куда-то выйти, вечером прогуляться, где-то, не знаю, по кафешке какой-то на улице посидеть. Это очень круто. У меня есть сюрприз, узнают ли люди автомобиль. Сейчас видно? красивая машина. Я, конечно, вначале ее не понимал, когда ты ее только купила, но, блин, ну как, она снаружи красивая, но внутри сначала она была... мне кажется, она была... мне кажется, это... алло, алло, пропал звук. Ну, я ее сейчас все вообще отреставрировала, у нас теперь малышка готова к работе. И фишка в том, что она у тебя постоянно ломалась, через каждый месяц, я думаю, ну, когда же ты ее выкинешь уже, возьми себе нормальную машину, такая, не, мне нравится. и в итоге ты, мне кажется, гораздо больше в нее вложила на тюнинг, чем вообще она стоит, в принципе, в целом. На самом деле, да, на тюнинг я вложила немало, зато сейчас у меня крузинг по LA, и смотри, в клипы пригласилась машина. Мне теперь, мне кажется, у машины должен быть свой менеджер актерский, знаешь, по количеству клипов, которые машина снялась. Ну, кстати, да. И шумается. Вот. Ты сейчас планируешь Украину? Я, к сожалению, не могу выезжать из Америки где-то в год, потому что мои документы в процессе обрабатывания здесь. Надеюсь, ты приедешь в гости скоро. У нас, конечно, сейчас не самое счастливое время в Америке, но люди все равно пытаются жить с позитивным настроем. Я, на самом деле, в ближайшее время пока нет, может быть, осенью, если, конечно, тур не восстановится и еще будет такая короткая ситуация непонятная. А скажи, ну, вот, хорошо, что касаемо протестов и всего остального, то есть сейчас по-прежнему это все происходит, Люди собираются, выходят на улицы? Да, сейчас, как проходят протесты, они сейчас очень хорошо организованы, они организованы и так, как, знаешь, нужно было вот на первые пару дней, там, кто-то кому-то сказал про протест, люди выходят на улицы, знаешь, это все достаточно хорошее, сейчас это, как бы, так даже, знаешь, если даже в начале у нас даже был комендантский час, когда нельзя было после какого-то времени выходить на улицу, ездили какие-то танки, полицейские, полиция боялась, чтобы люди, знаешь, не начали грабить или делать вот всякие такие вещи, да, разрушать имущество людей или что-нибудь, вот, беспредел. Сейчас люди делают мирные протесты, все равно борются, знают, свои права за какие-то поправки, за justice, и вот вчера был протест небольшой в даунтауне, то есть они все, знаешь, по городу в разные, там, в определенные ходят, вот, и в инстаграме люди организовывают протесты мирные, и я бы сходила, но, к сожалению, мне нельзя, мои друзья ходили, я их так поддерживала, там, сделала даже несколько постеров, я же художник, я говорю, хоть все, я не знаю, приходите ко мне, я вам постеров нарисую, вот, хоть так, знаешь, ну, хоть чем-то помогает, как бы, сейчас очень много разных благотворительных фондов есть, где можно помочь, вот, мы сделали, я там делала, у меня подруга сделала там, бейксел, они делали печенье, продавали, помогли там, в, там, donations было в обучении разных комьюнити, в которых нет денег на возможность людям получить какое-то образование, вот, ну, да, в принципе, сейчас все поспокойнее стало, нет, с выборами, кстати, там же параллельно проходят выборы президента, да, если я не ошибаюсь, да, здесь происходят, скоро будут выборы, как бы, единственное, как бы, что я всегда советую всем ребятам, которые американцы, или которых есть возможность голосовать, потому что я не имею возможности голосовать, что же самое, что и знаешь, в любой стране, и достаточно, там, молодому поколению, что знаешь, да, я не буду голосовать, это очень важный момент, идти голосовать, давать свое мнение, чтобы твой голос не пропал, да, именно, проголосовать, потому что от этого зависит твое будущее, то есть ты также, знаешь, и любые выборы в любых странах, особенно молодое поколение, которое, знаешь, иногда думает, та лень, знаешь, да, что там поменяется, да, на самом деле, это важный процесс, потому что твой голос может, знаешь, поменять, А кто там, ты знаешь, есть какой-то кандидат еще, кроме, ну, кто-то, какие кандидаты, в принципе, есть, кроме Трампа, более сильных? Я, знаешь, пытаюсь, здесь политика, знаешь, здесь это очень, особенно мне, знаешь, я из Украины, я только начинаю понимать вообще все процессы, которые здесь происходят, все партии, кто за что, кто за что, это очень, знаешь, такая глобальная сеть, которую пытаешься понять, вот, пока я, если честно, даже не могу про это ничего прокомментировать, потому что я сама еще изучаю какие-то процессы, которые здесь происходят, ну, и плюс, у меня нет возможности голосовать, поэтому я могу только наблюдать, единственное изменение, которое я могу сделать, это просто отношение к людям, которые вокруг меня, знаешь, в улицах, люди, с которыми я контактирую в супермаркете, все зависит от тебя, если ты хороший человек, ты относишься к другим людям уважительно, то ты можешь сделать этим изменения, помогать людям, знаешь, не смотреть на глобальные проблемы, да, я, допустим, сейчас работаю над проектом, чтобы собрать деньги и помочь молодым ребятам, которые хотят стать художниками, у которых нету возможности купить краски, холсты, да, и помочь именно людям вот в этих всех районах неблагополучных, дать возможность, знаешь, стать художниками, свое вдохновение, oh my god, like express yourself, you know, like, я понимаю, и мнения тоже очень важны, разве что, знаешь, слишком сильно углубляться в политику и понимать, все кандидаты, естественно, ну, как бы, кто-то лучше, кто-то хуже, да, но это все power, да, единственное, power это ты и power в своей community, то есть, ты можешь изменить очень многое, да, рассказать, обучать своих родителей о некоторых, знаешь, вещах, которые сейчас происходят в социуме, да, обучать каких-то, какое-то новое поколение и давать новому поколению хороший пример, это вот, мне кажется, поэтому... Да, это, кстати, хороший месседж, будем давать хороший пример поколению, берите пример, а? Берите пример, обязательно. Хороший пример, потому что я всегда пытаюсь изучать разные процессы, которые происходят, даже, честно, бренды, с которыми я работаю, там, модели, да, я пытаюсь понимать, да, за что этот бренд, как он производит свой продукт, какие его отношения с людьми, да, как модели они играют, это тот важный момент, да, не работать с какими-то которые, знаешь, используют какую-то, знаешь, рабочую силу, где не доплачивают, знаешь, где людям присутствуют, да, хочется работать с компаниями, которые действительно хотят что-то изменить, да, как бы тоже работая моделью, да, я должна быть примером для девушек, которые как бы тут ко мне делать им пример, да, образование, я модель, которая есть, и это, и это, и это, и это, и это, и моменты, которые я могу через свою платформу людям показать, да, и мне кажется, ты как артист, тоже можешь, у тебя есть возможность изменить мир в твоей вот этой комьюнии, да, и только как ты это используешь, да, мне кажется, это очень важный момент. Согласен с тобой. Поэтому мне понравилось, что вот это все движение, которое сейчас произошло в Америке, оно даже показало всему миру, что нужно быть другими, что нужно помогать другим, нужно собираться вместе, нужно смотреть на откуда ты, что ты, ты хороший человек, давайте образовываться, давайте, чтобы все были к друг другу хорошо относились, и peace, love, everything is good, no war. Ну, хорошо, давай тогда на этой ноте, peace, love, everything is amazing, love you guys, желаю тебе хорошего дня, а у меня очень понравилось пообщаться, я надеюсь, что скоро увидимся, но я так понимаю, в Украине мы с тобой увидимся не раньше, через год, но я, может, приеду раньше туда, в LA, так что... очень буду тебя ждать, всем пока, пока, будем снимать еще очень много, все, пока, целую, все, всем спасибо, кто был сегодня с нами, обнимашки, целовашки, люблю вас, до скорых встреч, пока, пока, пока,